9 мая яркая историчная дата и одночасово священная и памятная для каждого беларуса, что год в городе над Сожем ее отзнашают ускладанием кветок и вянков до братских могилок и монументов. Митинг для памятного объекта в микрорайоне Костюковка до не наповаги тем, кто можно смагался с ворогом и отдал свое житё за свободу родимы. У их адрозгушали слова широй подяки за двоеванную незалежность. До того ж пожадание моцного здоровья и завсёды только мирного неба над головой присутные адресовали и живым видовожцам по деве Али Кайчины, которых запросили на урожистое мероприемство. Такую донину памяти, глубокой поваги и бесконцей подяки эти люди заслужили по праве. Бояны отвоевали и подарили нам самое дорогое Каштоне, счастливое будущее, не жутё, без рук от бомбов и снарадов. 9 мая такой всенародный праздник, который мы помним все, и независимо, где центральная площадка города Гомере, или это микрорайон уже железнодорожного района, какая-то Костюковка. Ветераны никогда не будут забыты. И этот праздник, конечно, для них. Крепко-крепко, здорово, долгих лет жизни. И хочу сказать большое спасибо за тот подвиг, который они совершили, и за то мирное небо, в котором мы сейчас живём. Удел во врачистом митингу в микрорайоне Костюковка приняли ветераны Великой Ачинной войны, представники УЛАДы, працонных коллективов, громадских организаций, местовые жихары и молодь. Присутные усклали до помнековянки и кветки, ушиновали хвилины маушанья память за гинувших советских воинов-вызволителям. В свою очередь ветеранам подрастающее поколение пообицало Бирахчимир, одвоеваны такой дорогой ценой. Мы очень уважаем всех ветеранов. И, конечно, не посрамим, так сказать, что они не зря это защищали нашу страну, и мы не дадим повториться тому, что произошло в 41-м году. Протягнулись осваточные мероприемства Костюковцы, театрализованные концертной программой «По дорогах войны». Головная идея – узнавить про схореографичные вокальные номеры подеи минулой военной эпохи. Артисты рассказывали об юных девчатах, которые на своих деликатных пляжах вытягивали с поля убоя баранинных солдат, об самоданных фронтовых подвигах, которые часом ладилися коштом уластного життя. Про людей, которые были избавлены полновартостного детенства и молодости, и были вымышены пройти эти жесткие и непростые адресы житевого шляху. Концерт отримался по-особливому душевным. Дети войны набивались теплушки открытые, Дети войны хоронили их души. У Вазина-Ведвольников свято так само была пропонована творшая выстава местовых умильцев и экспозиция ретро-техники. Тут разместились и военные автомобили, амуниции, сброя. Что текало, все представленные экспонаты можно было не только деталево разглядеть, а и окажуть, а пробовать на себе безумовно под пильным контролем организаторов. Искравую святочную программу у Костюковцы ладили как талиновитые мясовые коллективы, так и запрошенные гости. Например, военный исторический клуб 53-й мотостралковый полк НКВД «Руб Гомель Энерго». У его входит переважно гомельские энергии, такие, которые мкнутся реконструировать исторические подеи Великой Альчиной войны, чтобы максимально больше рассказывать про их в сучасной молоде. Бойцы нашего военно-исторического клуба делают все, чтобы память в людях жила, чтобы в людях был интерес. Главное – разбудить интерес в подрастающем поколении, в детях, интерес к военной истории, интерес к истории нашей Родины. Святочные мероприемства у Костюковцы протягнутся до позднего вечера. Гостей же кошмотекавого и запоминального. Сегодня весь день в микрорайоне Костюковка будут играть военно-патриотические песни. Будет штраф-бат, мото-клуб. У нас подготовлено спортивное мероприятие на стадионе. Также к нам приедет очень много значимых коллективов нашего города, до Гомеля поздравить, конечно же, ветеранов и всех жителей микрорайона с этим праздником. Все мероприятия вечернего плана пройдут с 18.30 до 23. Годы поступало далеко минуло и той день, когда для советских граждан скончились тяжкие военные дни гитлеровской оккупации. Разом с этим страшные подеи того часу живые в памяти и сенья. Заховывать эту память наш святый обовязок. Тем более, что 9 мая свято по-своему близкое для кожного. Ну, воевал мой отец, свекор, покойный, они, конечно, нынче. И, как говорится, такие чувства, что, ну, не переказать. У меня дед воевал, но он не погиб, вернулся, слава богу, с фронта, но он умер. И если бы мы не сломали фашизм и этот хребет, возможно, нас бы и не было. У меня во время войны погибли два дедушка, два дедушки. И поэтому я с таким теплым чувством прихожу. Всегда хожу на этот праздник. Мне все нравится, как мы вот помним наших дедов, прадедов. Вероника Ворошилина, Игорь Марышенко, телерадоокомпания «Гомель».